Всем здарова, братики! С вами Эрнесто и добро пожаловать на новую серию Путь бомжа на Аризона РП. Напоминаю, что это рубрика, где я самостоятельно развиваюсь на сервере без помощи подписчиков, админов и доната. В прошлой серии я заработал несколько миллионов, а также себе купил тачку Элегию. Ну а сегодня я хочу еще рассмотреть один заработок, на котором я планирую заработать также несколько миллионов. Также планирую попробовать заняться перепродажами машин и в конце концов продать свою тачку и купить себе какой-нибудь вертолет. Но скорее всего с пару, потому что на Маверик мне не хватит. Если вам нравится данная рубрика, то обязательно поставьте свой лайк, а также оформите подписочку на мой канал и установите колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе следующих роликов. Давайте также здесь соберем 500 лайков, я буду вам очень благодарен. И я сразу же сажусь записывать для вас новую серию Путь бомжа. Желаю всем приятного просмотра и погнали! Так пацаны, я сейчас тут созвонился с каким-то человечком и торганулся с ним до 2 миллиона 400, чтобы купить у него Твин Турбо набор. Я думаю, что я смогу его продать либо дороже, либо поставить его на тачку и тачку продать потом дороже. А вот он стоит, как раз таки ждет меня. Так, оп, поставили. Все, мой первый Твин Турбо набор на этом аккаунте. Офигеть! Спасибо! Так, мне тут хотели подарить амулет. Я ему говорю, что я подарки не принимаю, потому что я развиваюсь здесь сам, пацаны. Так что подарки мне можете даже не дарить. Передаю тебе привет, Флекс Харбан. Спасибо, что хотел подарить мне амулет, но я подарки не принимаю. Мы развиваемся чисто сами. Итак, друзья, мы с вами сейчас, значит, едем на ферму. Вот она здесь находится. Там я уже вижу одного рабочего. Блин, это, конечно, плохо то, что у нас будут конкуренты. Так, все, покупаем инструмент за 4 тысячи. Все, я купил. Нам дают такие вот грабли. И теперь идем собирать урожай. То есть хлопок и лен. Вот это у нас получается лен, а на той стороне у нас хлопок. И эти же ресурсы потом можно продать у этого бота. Ну или же на центральном рынке. Так, пока лен растет, давайте пойдем собирать хлопок. Потому что сейчас как раз-таки утреннее время. И народу здесь очень мало. Это очень хорошо на самом деле. Потому что конкурентов будет меньше. И нам будет легче и быстрее собирать весь урожай. Вот так вот жмем на пробел. Собираем этот самый урожай. И в принципе, если вы здесь работаете один, то довольно-таки за короткое время можно собрать как можно больше урожая. Это прям, ну, реально круто. Поэтому выбирайте часы, когда онлайна на сервере меньше всего. Мне еще добавляет в инвентарь какой-то краситель. Он нужен, если я не ошибаюсь, для крафта вещей. Там, чтобы красить чемоданы и так далее. Всякие скины. Так, тут тоже мы очистили куст. Бежим теперь на другой. Ну и в принципе так бегаем вот по кустикам. Собираем урожай. Потом, как вырастет на том поле лен, мы побежим сразу же туда. Но почему-то всегда хлопок легче собирать, чем лен. Не знаю, с чем это связано. Может, потому что его больше как-то здесь кустиков рассажено, чем льна. Поработать я планирую, наверное, где-то час или два. И потом уже посмотреть, сколько я всего собрал. Продать те ресурсы все. И также посмотреть, сколько же я денег с этого всего заработаю дело. Вот видите, здесь хлопок в процессе роста. То есть надо потом, как вы все собрали, ждать еще около двух-трех минут. Если я не ошибаюсь. Так, все, здесь у нас урожай закончился на этом поле. Нам теперь нужно бежать на первое поле, попробовать собрать лен. Там я вот вижу работяга тоже сидит, работает. Собирает урожай. Так, тут он что-нибудь оставил нам, нет? Блин, ну он что, все собрал уже? А, вот, вижу, вот. ТТЕ... Что? Уважаемый, что надо, блядь? Мы же добазарились. Ты кто? Я тебя первый раз вижу, добазарились мы. Я работаю тут. Я тоже. Ты все поломал. Что ты ко мне пристал вообще? Иди собирай кусты. Ты же на хлопке работаешь. Давай договоримся. Ну давай. Окей. Все, пацаны, базару нет. Мы бежим на то поле обратно, потому что мы договорились с бомжиком. Заключили, так сказать, официальный договор, что я собираю на этом поле. А он на этом. Так, пацаны, тут, короче, пришел пайдей. Я тут уже работал, наверное, около двух часов. И у меня произошел принудительный технический рестарт. Придется перезаходить в игру. Окей. Так, ну значит, я заново сюда приехал. И давайте попробуем продать все, что мне удалось заработать. И теперь смотрите. В наличии хлопка 1224 штуки. И льна у меня намного меньше, 3093, потому что я собирал по большей части 2 часа вот этот вот хлопок. Удалось мне собрать так много, повторюсь еще раз, из-за того, что час утреннее время, и здесь почти народу нет. То есть, если бы я собирал днем, я бы столько не собрал явно за такое количество времени. Пробуем продать. Давайте сначала продадим льон. Эмилия предлагает вам 519 за штуку. Так, хлопок даже сегодня дороже. Я еще так понял, что цены здесь каждый день меняются. Здесь может быть, допустим, 500, на следующий день 600 с чем-то. В общем, надо следить за этим. Так, 393, и я получаю 203 900 баксов. Уже неплохо. И теперь самое основное. Продаем 1200 штук хлопка. И я получаю 824 тысячи. То есть, я заработал за 2 часа здесь миллион с копейками. Это очень хороший заработок как для новичков, так и для уже прошаренных игроков. Многие недооценивают эту работу. И сегодня я вам показал, что это они делают зря. Теперь у меня на руках 3 миллиона 200. Возможно, я бы на центральном рынке смог продать одну штуку там за 700 баксов, за 800. Но не факт, что такое количество кому-то нужно вообще было бы. И тут намного это все быстрее. И даже ждать не приходится. Да и, в принципе, цена почти не отличается. Чуть-чуть больше бы была на центральном рынке. А так все. Короче, пацаны, ищут этот набор. И я тут как тут подвертелся. За 3 миллиона это очень хорошая цена. Потому что брал я его за 2400. Я сейчас в навару иду с этой продажи на 600 тысяч. Отлично. Все, летим на центральный рынок продавать этот набор. Недолго, конечно, он у меня постоял на моей элегии. Недолго я на нем поездил. Но ничего, нам главное заработать с этого денег. Ставь на лавку. Хорошо, сейчас поставим на лавку. 2000 отдаем. Я не снял его с машины. Тупо просрал 2000. Ладно, сейчас мне надо вернуться в элегию и снять, во-первых, этот набор. Я реально забыл это сделать. Это все из этих граблей конченых. Так, выставить товар на продажу. Там походу дерутся за мой Твин Турбо набор. Ставим 300. Все, просто все Твин Турбо продаю за 2900, а я продаю за 300. На 200 тысяч дороже. Все, выставил на продажу. У меня купили. Теперь у меня на руках 6 миллионов 183 тысячи. Так, значит, я сейчас еще приехал в автошколу. Давайте попробуем купить все лицензии. Так, добрый день. Мне лицензии. Так, ваша лицензия готова. Отлично. Давай сюда. Да, я не знаю, сколько она будет стоить, но мне кажется, сейчас она будет немало стоить. 30 тысяч целых. Офигеть. Ну ладно, я согласен. Это мне дали лицензию на плавание. Все. На оружие медкарты нужна. У него она в норме. Откуда ты знаешь? Так, так, так. Тут завязывается какой-то интересный диалог. Я выдел ее. Ну ладно, хотя бы на плавание купил. Сейчас попробую также еще продать свою элегию. Может быть, меня и купят за 4 300. Так, да. Все правильно вроде? Все, выставляем. Зачем мне дали 50 тысяч? Боже. Зачем? Давайте я их отдам человеку обратно. Мы развиваемся сами, я напоминаю вам об этом. Типчик вообще нормально припарковался, расположился удобненько. Так, ну ждем, может быть, нам попадется покупатель. У меня купили тачку. И все, у меня сейчас на руках просто 10 лямов в 600 тысяч. Офигеть. За 4 миллиона 300 взяли. То есть я ушел с этой элегии в плюс где-то на 500к. Сам я эту элегию брал за 3 миллиона 900. Там, правда, комиссия еще была небольшая. Плюс я снял с него детали тюнинга и продал их сегодня на центральном рынке в общей сумме на 300 тысяч. То есть я реально ушел в плюс этой элегии. И я думал, что я ее не продам. Теперь у меня есть сумма, приближенная к 11 миллионами. О, это что такое вообще стоит? Смотрите. Нифига себе, это что за спарл такой интересный. Да-да, всем привет передаю вам, кого вижу здесь, ребятки. Привет-привет. Пацаны, я себе только что купил вот эту вот штуку за 10 тысяч. Вот, поздравляем с превратением транспорта. Реально мимо пробегал. Смотрю, стоит премьер за 10к. Думаю, почему бы и нет? Все равно мне не на чем добираться с автобазара куда-то. Потому что свою тачку я продал. Пацаны, прикол в том, смотрите, я прописываю селкар и при продаже этого авто мне дадут 220 тысяч. Ну-ка, ну-ка, может повезет, ну-ка. Пацаны, не могу нажать, не могу нажать, блин. Как же обидно. Просто из-за этого ацтека я бы сейчас купил себе спарл за 6 миллионов. Мне предложили... А сколько стоит этот флезер? Это он не дешевле, чем мой премьер? 8% комиссия. Да все равно мне эта тачка за 10к досталась. Ну, ой, мы обменялись, смотрите. Просто купил вот эту тачку премьер за 10к и обменялся вот на эту тачку. Сейчас я не знаю, сколько она стоит. Так, мне вот интересно, что это за машина? Сколько у нее пробега вообще? Ну-ка, информация об авто. Ноль пробега, нулевая. Нифига себе. Хорошая, просто нулевая. Так, а сколько у нее ГОСКа? Мне интересно. У той 220 было. А это? 800 тысяч! Серьезно? Я просто в навар опять ушел на 600к. Я не устану это повторять. Я ту машину премьер бежал и увидел за 10к купил. Просто человек продавал. Я быстренько нажал. Потом мне предложили обмен на вот этот вот... Я даже не помню, как он называется. И просто у нее ГОСКа 800 тысяч. Офигеть. Не, ну четко, что я могу сказать? Пацаны, 900 от Твин Турбо. Купить. Поздравьте меня. Влепите лайк. Влепите мой первый вертолет на этом аккаунте. Еще и Твин Турбо. Так, все, погнали. У меня лицензии нет на полеты. Так, я прилетел сейчас в авиашколу. И мне придется потратить бабки, чтобы купить вот эту самую лицензию. Все, просто лицензия на полеты 30 дней. 200 тысяч я потратил на это дело все. Ну и наконец-таки давайте я сяду уже в свой вертолетик. И вот что я вам скажу. Я по-любому с него, мне кажется, смогу уйти в плюс. Во-первых, ТТ я смогу продать где-то за миллиона 3. Потому что сегодня я именно продал уже за 3.1 его. И также сам Спарл можно постараться за 7-7.5 продать. В общем, с него я смогу навариться немножечко. Ну а пока что я буду сам на нем летать. Потому что, если честно, тачки заправлять я просто устал. Чинить их состояние, менять масло и так далее. На вертолете вообще абсолютно ничего не надо делать. Поэтому, в принципе, я его сейчас и купил. Давайте я найду свой домик и припаркую его на крышу дома своего. Вот он где-то у меня находится. Да, вот мой домик. Блин, он такой малюсенький вообще. Просто даже незаметный. Давайте его паркуем на крышу. Все, я припарковал. И это реально очень хороший прогресс в развитии нашего бомжа. Потому что вертолет купить уже еще и Твин Турбо. Но это вообще просто круто. Его можно снять, одеть, не важно. В общем, все четко. Теперь я хочу, наверное, полететь за своей тачкой и решить с ней вопрос. Так, а что я снял Твин Турбо? Надо одеть. Сейчас я решу с этой машиной вопрос. Скорее всего, я ее продам. Потому что она мне не нужна. Так, найти. Все, полетели продавать свою тачку. И на этом уже будем, наверное, завершать эту серию. Попробую поставить за миллион сто. Может быть, купят. А так, если что, я смогу ее в гослить за 800 тысяч. Все, я ее продаю лучше в гос. Потому что я сейчас устану это все делать. Я не хочу платить за нее налоги, ставить номера. Хотя я могу иметь хоть пять машин. Потому что у меня есть Титан Вип. В одной серии я ее покупал. Именно для этих целей. Чтобы я мог иметь много машин. Там всякие привилегии были. Но нет. Я пока что обойдусь одним вертолетом. Давайте ее продадим. Вот так вот. Селкар. Все. Получаю за нее 800 тысяч. И у меня на руках остается 2 миллиона сто. Ну и что же, давайте подведем итоги сегодняшнего дня. Как я и планировал, заработал несколько миллионов на перепродажах Твин Турбо, машин. Также заработал 1 миллион на ферме, продавая ресурсы. Ну и самая главная цель, это у меня была купить Спару. И так вышло, что я купил его сразу с пакетом Твин Турбо за 9 миллионов. Что не может не радовать. В общем, с сегодняшними результатами я очень доволен. Пишите свои мнения в комментарии. Я их обязательно все буду читать. И по возможности отвечать каждому. Также, если вы хотите как можно быстрее увидеть новую серию Путь Бомжа, то прямо сейчас поставьте свой лайк. И конечно же, подпишитесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. И проверьте обязательно, чтобы у вас стояли колокольчики, чтобы как только выходит у меня ролик, вам пришло уведомление. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Эрнесто. Увидимся в следующем ролике. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok